Приветствую всех любителей шахмат. Вчера состоялся очередной матч между Магнусом Карлсоном и Максимом Вашье Лагравом. И одну из партий этого матча я вам сегодня хочу показать. В данной партии Магнус играл белыми и пошел вперед ферзевой пешкой. Черный отвечает развитием коня и после начальной ходу на доске получается защита Грюнфельда. Любимое дебютное построение Максима Вашье Лаграва против закрытых дебютов. Таким образом черный уступает белым центр, но при этом хотят оказывать на данный центр фигурное давление и при случае проводить пешечные подрывы типа С7, С5. Белый применяет новомодный вариант слон Д2 для того, чтобы в случае размена на С3 брать именно фигурой. После развивающего хода слон Ж7 Магнус Карлсон захватывает пешками центр. И черный вместо того, чтобы поменяться на поле С3 и пойти С5, поскольку здесь у белых есть возможность продвинуть пешку вперед, увеличить свои пространственные завоевания. Ну и в целом получается довольно скучная позиционная борьба. Так вот вместо этого Максим Вашье Лаграв принимает решение отойти конем на поле Б6. Белый теперь активизирует своего слона, защищает атакованную пешку на поле Д4. Лаграв спрятал короля в безопасное место, Магнус Карлсон ограничивает подвижность белопольного слона. Поскольку продвижение С5 связано с определенными трудностями, черный принимает решение подорвать центр с другой стороны ходом Е5. Белый защищает пешку на поле Д4 и попутно развивает фигуру. Происходит размен в центре доски, затем продолжение конь С6, черный нападает на слона. Белый меняется на поле Ж7 и данный размен приводит к ослаблению черных полей. Поэтому черный им необходимо поменять ферзей. В противном случае у соперника может пойти атака по слабым черным полям. Итак, меняется Лаграв на поле Д1 и затем забирает слона на поле Ж7. Белый развивает последнюю легкую фигуру, угрожает испортить пешечную структуру на ферзевом фланге. Поэтому черный отвечает ходом конь Б4, уклоняясь от данного размена. Магнус спрашивает документики у вражеского коня. Черный отвечает тем же и после отступления слона. Черный также возвращает коня на поле С6 для контроля над центральными полями Д4 и Е5. Белый переводит коня на поле Д4. Происходит размен в центре доски и продолжение слон Е6. Черный заканчивает развитие легких фигур и соединяет между собой ладьи. Белый рокировали в короткую сторону. Они владеют открытой линией, поэтому черный сыграли ладья Д8 для того, чтобы за эту линию побороться. Карлсон сдвоился по открытой линии. Произошел размен тяжелых фигур и ход король Ф6. Черный намечает перевод короля на поле Е7 с последующим разменом ладей. Белый захватывает пространство и открывает дорожку для своего короля. Ввиду того, что у нас приближающийся Эншпиль, король должен идти в центр доски. Был сделан ход король Е7, продолжение король Ф2. И здесь нужно было сыграть Ф6. Всять под контроль центральное поле Е5 и расширить сферу действия белопольного слона. Но вместо этого черный играет все-таки ладья Д8 с целью поменять ладьи. Проблема черных в том, что при этом они полностью лишаются контр-игры. В то время как белый активизирует своего короля и при этом получает хороший пространственный перевес. Итак, Карлсон подтягивает короля в центр доски. Черный меняется на поле Д4 и здесь играет Ф6. Правило Капабланки. Пешки необходимо ставить на поля противоположные цвету своего слона. Белые сыграли А4. Они также расставляют пешки по черным полям и при этом увеличивают пространство. И здесь необходимо было сыграть А5, устанавливая еще одну пешку на черное поле и препятствуя в какой-то степени проведению хода Б4 со стороны белых. Да, белые могут пойти Б4, но это размены. А размены пешек в таких ситуациях обычно на руку слабейшей стороне. Вместо этого Лаграф играет КНД7 и позволяет белым провести ход Б4. Б4. Черный пытается произвести пешечные размены на другом участке доски. Белые надвигаются, следует ход Ж5. Карлсон играет Ж3, защищая пешки на Ф4 и А4. После размены на поле Ф4 необходимо было сыграть КНФ8 для того, чтобы при случае угрожать прыжком коня на Ж6 с атакой двух пешек. Но вместо этого Лаграф допускает решающую ошибку. Он отвечает КНБ8 и пропускает тройной удар на падение и на короля, и на пешку Ф6, и на пешку С7. Черные вынуждены меняться на поле Д5, что увеличивает пространственные завоевания белых. В этом положении Максим сыграл Б6, а Карлсон отвечает ходом Х5. Работа сделана, мины расставлены, и у бедного черного коня нет ни одного опорного пункта или хотя бы поля вторжения в лагерь соперника. Мы видим, что черный конь привязан к защите пешки А6, и для того, чтобы освободить его от оборонительных функций, Лаграф сыграл здесь А5. Продолжение которой приводит к новым слабостям после размены на поле А5. Но справедливости ради нужно сказать, что и пассивная тактика здесь не спасала. Скажем, на король Ф7, белый переводили короля в район пункта Ф5. Теперь черный король должен защищать слабые поля Е6 и Ж6, поля вторжения. Черный конь привязан к пешке А6, и таким образом черный здесь попадает в Цук Цванг после хода слон С4. Что дело черным? Если король куда-то отступает, допустим на Ж7, тогда прорыв король Е6. Если король идет на Е7, тогда король Ж6 и пешка на А6 упала. В белых проходная по линии Аш, которая спокойно пробегает Ферзи. Ну а после хода в партии А5, белый просто меняется на А5 и затем ведут короля к этой пешке. Последовало продолжение Ф5, ход слон Б5, который отрезает дорожку черному коню. Черный здесь также в Цук Цванге. Если король, допустим, идет на поле Ф6, тогда решает прорыв Д6. И после размена на поле Д6, белый подходит к коню и просто этого коня съедают. В партии уже был сделан ход король Д8. Ну а в этой ситуации белый просто сыграли король Д4. Затем король направляется на поле Е5, забирает пешку на Ф5. Ход конь Д7 будет встречен разменом на поле Д7 с абсолютно выигранным пешечным окончанием у белых. Осознав этот факт, на 36 ходу Максим Вашье Лаграф сложил оружие. Ну а если вам понравилась данная партия, ставьте лайки, подписывайтесь на обновления канала, бейте в колокол, потому что шахматы это круто.